Все садоводы желают получать большой, богатый, экологически чистый урожай. Плоды срывать спелые с куста и наслаждаться их великолепным вкусом. Желаемые превратить в реальность помогают теплые грядки. Здравствуйте, уважаемые садоводы! В эфире садовая студия «Сияние» и мы ее ведущие. Татьяна Григорьевичева, город Барнаул. Наталья Иванцова, город Новосибирск. Татьяна Васько, город Бобруйск. И я, Елена Лекомцева, город Красноярск. Сегодня мы с вами обсуждаем несколько тем, как приготовить теплую грядку для большого урожая теплолюбивых культур, как сделать сезонную обработку почвы на грядках для того, чтобы посеять семена и высадить рассаду, а также поговорим о том, как вырастить раннюю зелень на своих участках. Сегодня я хочу поделиться с вами тем, своим впечатлением, которое я получила от теплых грядок. Дело в том, что теплые грядки мы начали складывать первые 10 лет назад, и самое первое, что мы увидели, что на теплых грядках мы стали получать спелый урожай. То есть томаты мы стали есть красные с куста только благодаря теплых грядках. Также мы увидели, что у нас на теплых грядках спеют перцы. Никогда раньше спелых перцев я тоже не видела. Баклажаны свои первые я вырастила тоже только на теплых грядках. Даже себе представить не могла, что у нас в Сибири можно выращивать южные растения. Девчонки, у вас такая же история с теплыми грядками? Поделитесь, пожалуйста. Я выращиваю на теплых грядках уже около 20 лет и не представляю себе других вариантов выращивания таких теплолюбивых культур, как перцы, томаты. Посмотрите, томаты просто кистями висят, а перцы мы начинаем есть уже в июне и едим до самого снега. Баклажаны растут просто замечательно. Обычно наши садоводы в Сибири говорят о том, что это край зеленых помидоров, и вырастить красные невозможно, а баклажаны уже проще синенькие купить на рынке. Я выращиваю такие баклажаны, у меня есть некоторые экземпляры, больше килограмма, вкуснейших, но такие, какие свои вырастить, вкусных не купишь. И в этом году я попробовала снова вырастить перец на обычном грунте, без теплой грядки, но и мне не понравилось. Урожай, конечно, на теплой грядке намного интереснее и впечатляет. Танюш, поделись, пожалуйста, как у вас растет урожай теплолюбивых культур на теплых грядках? На нашей территории вырастить тоже большой урожай без теплых грядок очень сложно. По той простой причине, что у нас очень часто есть возвратные заморозки, и они таких больших величин, минус 5, минус 6 градусов может быть, причем что дневная температура может почти быть 20. И поэтому земля, как таковой, не прогревается. И за счет этого мы очень часто теряем урожай. Поэтому, когда я познакомилась с теплыми грядками, и в первый год посадила и перцы, и огурцы, и томаты, в этот же год мы получили просто колоссальный урожай. Причем, что он был очень рано и был продолжительно. И мы очень обрадовались тому, что благодаря теплым грядкам можно получить хороший большой урожай. Что мы еще отметили, что благодаря теплым грядкам урожай можно собирать еще и в октябре. А вообще, самый последний урожай мы собрали в первых числах ноября. Здорово, да? Перцы в условиях, да, таких? У меня тоже большое мое впечатление и удивление связано, выращивание овощей связано, конечно, с теплыми грядками. Потому что перцы, баклажаны у меня не росли ни под каким соусом, ни под каким предлогом, не получались совершенно. И когда я решила еще раз попробовать и посадила их, первый раз сделала свои теплые грядки, мы были просто поражены. Эти перцы, фотография сделана 18 июня, а наши садоводы иной раз в августе только томаты начинают рвать. А перцы, они же более поздние культуры, их дольше надо выращивать. И с середины июня мы уже рвали свои перцы в салат, и мы не могли просто поверить тому, что мы видим на наших грядках. И в августе те же самые кусты, вот, например, один из кустиков этого перца продолжает плодоносить и плодоносит и наращивает, наращивает дополнительные плоды. И несмотря на то, что я тогда для пробы, ну, как сказать, в последний раз посадила всего 6 кустиков перцев, всего, я собирала вот ведрами, можно сказать, 10 литров у меня в руках и полная перцев. И часть из них спелая абсолютно. И еле, считай, все лето получается. И все лето, да, и это было впервые в жизни, и я такого не видела раньше ни у родителей на даче, ни у себя, потому что, ну, реально, ни у соседей, ну, не растет оно вот так. И мы были страшно поражены, удивлены и очень обрадованы, что, оказывается, можно. Да, я не представляю, как можно приехать на дачу и зайти на рынок, купить перец и делать из него салат. Так было, у нас так и было, мы перед каждой поездкой на дачу заезжали на базар за овощами. Теплые грядки, вообще, спасение. И по баклажанам такая же история. В тот год у меня было 5 кустов баклажан разных сортов, и каждый сорт показывал себя точно так же. Все плодоносили прекрасно на теплых грядках, про томаты уж вообще речи нет. К нам в садовый центр часто приходят садоводы и просят сорт перца, либо баклажана, который у нас будет расти. И я садоводам часто говорю, да у нас растут любые, им главное создать условия. Либо, когда садовод выбирает семена и не берет баклажаны, я спрашиваю, а почему баклажаны не берете? А потому что у меня они не растут. Вот, ну, не растут и все. Я на что-то на это отвечаю, говорю, у меня тоже не растут. Вот видите, в одной руке. А вот здесь растут. Сорт один и тот же. Рассада одна и та же, выращена в одно время и практически вот на одной грядке, но немножко по-разному. И, конечно, тогда большая заинтересованность, что же такого я делаю, почему вот здесь не растут, а здесь растут. Это теплая грядка. И я решила провести эксперимент в тот год и посмотреть прям разницу вот в этот же год, как увеличивается урожайность на теплой грядке, потому что раньше мы просто собирали урожай и ели плоды. А сейчас хотелось посмотреть разницу. Одна длинная грядочка разделена на три части. Обычный грунт. Следующая часть средняя, тот же грунт, но у лунки я добавила органику, то есть большое количество компоста плюс биогумус. А последняя часть грядки я ее сделала теплой. Когда высаживала рассаду, я измерила температуру грунта. В обычном грунте было 20 градусов. В принципе, немало. Это уже конец июня или начало июля, когда у нас угроза возвратных заморозков уже проходит, и мы высаживаем перцы с баклажанами. На теплой грядке было 27, почти 28 градусов. То есть это намного лучше, особенно баклажанам и перцам. Они будут лучше развиваться при такой температуре. Получается температура 20 градусов, для этих культур она маловата. Мы же видели результат, который, Наташа, вот ты показывала, как получается перец в обычном грунте для сравнения. И вот такие листья на кустах были на разных частях одной и той же грядки, одной и той же рассады, одинаковой, причем высаженной. В обычном грунте моя ладошка полностью скрывала листочек. Грунт, где луночки с органикой были, лист уже был покрупнее. А где на теплой грядке я свою ладонь, лопух, могла обернуть в несколько раз ладонь. И смотрите, какой он темного зеленого цвета. Причем еще, где обычная грядка была, обычный грунт, без добавления даже органики, листья стали очень быстро выглядеть бледными, появлялись пятна, какие-то заболевания, болезни. И, конечно, вредитель колорадский жук на всей грядке был только на вот этих кустах, которые росли в обычном грунте. По плодам вот так. В обычном грунте там совсем малюсенькие, буквально один-два плодика. В лунках с органикой чуть-чуть побольше, но тоже я бы не сказала, что это тот урожай, ради которого надо выращивать, стоит возиться. И в теплой грядке, конечно, висит уже гроздьями эти баклажаны. Собственно, так, как у меня было и раньше, на предыдущих фотографиях, предыдущие годы я показывала. Когда я выкопала эти кусты, я удивилась еще больше. Вот левая верхняя фотография, это корни из обычного грунта. Размер корня был точно такой, как рассадный горшочек. То есть температуры не хватило для того, чтобы растения, хотя там и питание. Не питание, ничего. И зачем корням куда-то идти, если самое питательное у них здесь, вот в этом горшочке. Корешочки в растении, которые росли в лунках с компостом и с биогумусом, уже, конечно, были такие попушнее, покустисти, они чуть-чуть пошли дальше. Но в теплой грядке корни, если здесь на фотографии, вот она обрезана, то вот эти корни, как усищи в разные стороны, они распространялись. Они были очень толстые, и сами стебли мощные, ну, в сравнении с остальными растениями, конечно. Но, конечно, такая корневая система. Она накормит. Накормит и родит. У этого растения больше плодов даст. И вот такой, собственно, результат, когда я сняла плоды. В обычном грунте несколько маленьких, совершенно 70 грамм, которые всего общим весом 70 грамм, которые даже непригодны в пищу. Ну что, там есть еще нечего, буквально птенчики, цыпляты, которые даже не порезать, не пожарить. В лунке с органикой, конечно, в сравнении прибавка в урожае была уже значительная такая, прямо, казалось бы, да, 70 грамм и 530 грамм. Но в теплой грядке это самый-самый лучший результат. Это в 30 раз выше урожай. Это на сколько кустов можно меньше посадить? Сколько мы экспериментов делаем? Два раза мы считаем, это уже бешеное, да? Вот эта фотография, собственно, и возвращает к нас к началу разговора, когда садоводы говорят, а у меня баклажаны не растут. Конечно, в обычном грунте не растут. В теплой грядке растут и еще как. Уважаемые садоводы, если у вас не получается до сих пор у баклажаны, но вы очень хотите их вырастить, попробуйте сделать теплую грядку для них, и вы удивитесь результату, я вам точно говорю. Ну, мы убедились, что на теплой грядке у нас растут не только баклажаны, но и шикарные урожаи томатов. Томаты я на теплых грядках выращиваю давно и выращиваю разные сорта. Обычно садоводы, когда смотрят на мои томаты, говорят, а какой это сорт? Я хочу сказать, что любой высокорослый сорт даст просто удивительный урожай. И для меня важно сделать теплую грядку и посадить любимые кусты. Для меня теплая грядка это не новость, потому что всю жизнь мы с детства выращивали огурцы на навозной теплой грядке. Получалось, что складывали навоз, укладывали туда органику, высаживали огурцы. И я подумала, почему бы не вырастить не только огурцы, а томаты. Но не стала использовать навоз, потому что его в городе особо не купить. И мы взяли растительные остатки, они же ведь тоже загораются. И мы высадили в теплую грядку томаты, но еще высадили их возле стены дома. Посадили в обычном грунте томаты, сделали теплую грядку в открытом грунте и теплую грядку возле стены дома. Какова же была разница? В обычной грядке помидоры уцину были чуть выше колена, в теплой грядке они были уже по плечу, а возле теплой стены дома уже начали спеть. На теплой грядке урожай, конечно, удивил сразу, потому что там только начали завязываться, здесь уже огромное количество кистей. И уже красные многие томаты были. И они были совершенно другие, они были более здоровые, красивые. Величина самих плодов была намного больше, на теплой грядке и на обычной совершенно отличались. А возле стены дома удивило ли количество кистей. Я здесь насчитала 16 кистей на одном кусту. И после этого я поверила, что томаты могут давать такие большие урожаи. У теплой грядки есть еще одно очень замечательное, удивительное дополнительное свойство. Это защищать растения от заморозков. На фотографии на улице минус 3,5 градуса и растения на обычной грядке под укрывным материалом, они замерзли. Если бы здесь была теплая грядка, то в этом случае растения были бы живые, потому что температура, которая дает теплая грядка... Выделялось бы тепло. Выделялось бы тепло, укрывное это тепло сохранял бы, да, в свою очередь. И растения выжить шансов намного выше, да, благодаря такой теплой грядке, аккумулятор тепла. А еще зачем нам нужна теплая грядка? Ну, чтобы увеличить урожайность. Это то, о чем мы показывали и рассказывали, да, Наташа, урожайность. Во сколько раз? Ну, в несколько раз, то есть увеличена урожайность, потому что здесь просто два плода, а там много еще снимали. Я думаю, минимум в 10 раз, вот минимум, это точно. Ну, и это экологическая безопасность, да, теплых грядок? Конечно, так как теплая грядка позволяет нам вырастить большие урожаи, значит, нам нет необходимости добавлять какие-то дополнительные минеральные удобрения, например. И мы используем только органические удобрения, препараты. А раз мы не используем химию, значит, наш урожай, наши плоды экологически чистые. И, следовательно, в них сохраняется намного больше витаминов, микроэлементов, то есть они намного полезнее, чем выращены в обычном грунте и тем более на рынке либо в магазине. Получается много, вкусно и полезно. И полезно, да, здорово. Если говорить о том, какую органику мы используем для того, чтобы сложить теплые грядки, то расскажу немножко свою историю. Мы начинали с того, что использовали ту органику, которая под рукой. То есть обрезали ветки у деревьев, измельчили, это вот пошел дренаж на дно теплых грядок. Были растительные остатки, та же ботва от разных растений, она тоже у нас пошла в теплую грядку. Сорняки, какие только была возможность собрать в округе. Но так как мы теплую грядку складываем ежегодно, уже 10 лет подряд, участок у нас в городе, и мы стали ощущать нехватку, вот где взять органику, именно много положить в теплую грядку. Поэтому мы нашли такой способ просто ее приобретать, покупать. И самый простой для нас вариант оказался это покупать сено. Мы буквально с осени, когда сено косится массово, когда оно продается массово, когда цена на сено самая низкая в это время, мы закупаем себе несколько тюков, ну и нам хватает, вот если вот 4 тюка, это вот буквально на 2-3 года даже может хватить. И мы уже несколько лет подряд складываем теплые грядки именно из сена, используем также сено для мульчирования других грядок. Просто мне это облегчает, ну думаю, где взять органику, чтобы сложить теплую грядку. Ну, я знаю, что не только сено, девочки, да, что вы используете, Татьяна, расскажи. Ну, вообще, когда мы стали делать теплые грядки, мы столкнулись с такой, можно сказать, проблемой, что нам не стало хватать органики. Из-за своей занятости возможности такой нету, сходить на поле, накосить ее, но очень хорошо, что вблизи нашего садового общества находится несколько колхозов. Вот, и мы обратились в один из них, и нам с большим удовольствием продали солому осенью. Весной, конечно, с соломой гораздо сложнее, потому что большая часть уходит на подстилы животными, там, на кормление. Вот, поэтому солому мы закупаем осенью, она хранится у нас, и уже весною из нее мы делаем теплые грядки. Татьяна, скажите, а вот солома, она же достаточно сухая, как она смачивается? Ну, вообще, солома даже в течение всей зимы, она не промокает. И получается, только наружный слой, он немножко становится темным и немножко начинает разлагаться. Но в соломе есть одно очень важное качество, и вообще, там находится бактерия, которая разлагает. И когда тюк раскручиваешь, получается так, что на соломе, на этой, есть вот этот белый налет, то есть природная бактерия, которая помогает еще плюс разложению. Но самое интересное, что когда мы используем солому вот именно в теплых грядках, она дает тепло достаточно долго. И поэтому нам она очень удобна в приготовлении вот этих теплых грядок. Действительно, с органикой, с количеством сталкиваются многие, с проблемой, где взять органику, сталкиваются многие, когда начинают делать теплую грядку, и мы не исключение. А мы нашли вот такой вариант. Детские сады в городе есть, чуть ли не в каждом дворе, в каждом районе. Весной и осенью там чистят территорию детского сада, потому что растут деревья, чистят и вывозят на свалку. И мы, отводя ребенка утром в сад, забирали эти мешки, и более того, нам даже дворник помогал всегда их грузить в багажник, и они были прям рады и счастливы избавиться от этого для них мусора. А для нас это, конечно, ценная такая прям кладезь органики, и мы складываем теплую грядку из листвы. Для меня же найти органику было всегда достаточно сложно сначала, пока я не привлекла вот к этому делу своих мужчин, мужа. Он достает органику везде, то есть это измельченные ветки, какая-то ботва, старая не перепревшая органика с компостной кучей. Моя задача вырастить рассаду, его задача сделать теплые грядки, и мне это нравится. Нет, тут газонная трава. Да, газонная трава, да, измельченные ветки перемешанные, то есть все идет в дело, и мы вообще никогда не выбрасываем даже кусочек любой органики, то есть где бы она ни была. То есть проезжая мимо, я не могу мимо кучи с органикой проехать. Измельчаем ветки, если рядышком у вас есть какие-то заросли, то есть их также можно использовать. Зерноотходы, единственное, то есть если есть рядышком фермы, вернее поля, на которых выращивается пшеница, единственное, не берите, пожалуйста, зерноотходы овса, они очень плохо смачиваются. А все остальное, и у зерноотходов есть еще такая особенность, они разгораются до 70 градусов, там просто пожар. Я не знаю это, сварила помидоры, но они отросли их в воду, я просто высадила, они у меня повяли. Но зато такую органику, хоть какое-то небольшое количество можно добавлять. Можно добавлять для разогрева, да. Ну, если смотреть вот варианты, какие грядки можно сделать, да, то у нас несколько вариантов. Один из вариантов это траншея. Обычно траншеи копают на участках, где либо жаркий климат быстро сохнет, либо ветреный, да, либо бывает песчаная почва, которая быстро влагу теряет. Для того, чтобы влагу сохранить, тепло сохранить, да, мы как бы углубляемся в почву. А есть вариант сделать короб, просто сколотить из любого материала. В ящик. В ящик, да. И сразу поставить хоть на дернину, да? Поставить хоть на дернину. И этот способ, он как раз таки хорош наоборот для тех участков, у кого близко грунтовые воды, кто не может вкапываться, у кого холодные участки, да. Такой вариант у нас будет очень подходящий. А еще варианты теплой грядки это комбинированный вариант, когда мы немножко вкапываемся и немножко, как бы, короб сверху ставим. И самый простой вариант теплой грядки, это когда садоводы нам говорят, у нас нет возможности там доски где-то взять, сколотить, либо сил нету на это, да, каких-то возможностей, то можно из органики просто сложить кучу, да, в виде грядки, органическую кучу, на которой можно точно так же выращивать, которая будет гореть, давать тепло, и вот такая теплая грядка. У нас, у меня на участке всего две грядки таких работают. Одна, самая первая, мы сделали ее в траншее. То есть это вариант, когда мы вкапывались, вот мои первые томаты, когда мы были впечатлены тем, что можно есть красные плоды с куста. А вот в такой же траншеи у нас огурцы растут. Здесь примечательно именно то, что здесь сентябрь месяц, и в сентябре огурцы у нас продолжают вегетировать, зелененькие, как в июне, как в июне месяце, да, вот там прям видно, что у них цветут они, огурчики появляются. И еще у нас теплая грядка комбинированная, находится она в теплице, мне тоже эта грядка нравится. Вот, это на ней растут томаты. И кучи. Кучу мы используем для того, чтобы выращивать кабачки, тыквы. То есть это самый простой способ сделать такую грядку. Я думаю, что, наверное, и для арбузов подойдет, и для дынек, да, такая грядка просто сложенная. Танюш, расскажи, пожалуйста, о своих грядках. Ну, мне вообще очень понравились корба. Корба. Главным их достоинством является то, что короб можно переносить в любую часть садового участка. К примеру, вот этот короб, где у нас растут огурцы, на его месте в прошлом году у нас появился искусственный пруд с красивой зоной. Корба можно, в принципе, собрать из того, что было, так и у нас получилось, что у нас была свободная фанера, и мы ее собрали, быстренько наложили туда солому и оставили для того, чтобы она уже разгоралась, просыпали полезными бактериями и чтобы она уже разгоралась. Сделать их, конечно, очень легко, но мы на своем участке используем не только короба. В теплице нам очень понравился комбинированный способ, когда часть уходит в землю, а часть находится снаружи, потому что все равно те теплицы, которые мы покупаем или используем, они все равно не такой высоты, и поэтому забирать лишнюю часть вот этой высоты в теплице нет такой возможности. Поэтому делаем в теплице комбинированный способ – теплые грядки. В таких теплых грядках я выращиваю и томаты, и перцы, и баклажаны, и даже дыни. Но помимо грядок можно делать еще и лунки. Это удобно для кабачков, для тыкв, ну и для огурчиков, например. Конечно, для одного перца или баклажана лунку большую делать не будешь, и лунки сделал, и будет с лихвой кабачков, нарастет очень много. Лунки я делаю по типу так же, как теплая грядка, то есть она делается большого размера, та же самая листва у меня, плюс ведро для будущей лунки, сразу просыпается сиянием, проливается водой, уплотняется. В лунку засыпается органическая почвосмесь питательная, с добавлением компоста, биогумуса. А из грядок я люблю тоже комбинированный метод, мне очень нравится. У меня грядочки сверху стоит одна доска, высотой сантиметров 15 всего, и на штык лопаты я вынимаю грунт. Этот метод комбинированный мне нравится тем, что не надо глубоко рыть траншею, глубоко копать. То есть и грунта немного вынул, и грядку я накладываю, конечно, вровень с бортиками, потому что оседает немножечко, опускается грядка при перепревании, и когда есть бортики, удобно мульчировать, удобно раскладывать ленту капельного полива. Ну, самое главное, что мы должны знать, что теплую грядку мы можем сложить любым вариантом, но то количество органики, которое горит, которое тепло дает, это какое количество органики? Ну, глубина и ширина не меньше 40 сантиметров, длина любая. Ну, то есть метр, два, три. То есть мы должны сделать как минимум в глубину 40 сантиметров. Уплотненного. Уплотненного. И ширина самая минимальная. 40 сантиметров. Тоже 40 сантиметров. Уважаемые садоводы, сейчас я вам покажу видео, как я складываю свою теплую грядку. Сегодня мы будем складывать теплую грядку. Вот эта грядка размером у нас шириной 80 сантиметров, глубина 40 сантиметров, длина у нас 8 метров. Эту грядку мы будем складывать из сена, которое заранее приобрели. На дно теплой грядки мы обязательно положим какой-нибудь дренаж. У меня в качестве дренажа будут обрезки от винограда. В прошлом году мы обрезали виноград, остались сухие вот такие вот ветки. Их я и положу на дно. В качестве дренажа можно использовать вообще любые ветки. Это могут быть и смородинные обрезки, и малинные обрезки. В общем, любые крупные органические остатки можно положить на дно теплой грядки. После того, как мы дренаж уложили, следующее, что мы будем делать, это укладывать сено. Как только мы наложили сено слоем примерно 15-20 см, его нужно обязательно топтать. После того, как сено немного потоптали, я обязательно просыплю его препаратом сияние-3. Это полезные почвенные микроорганизмы, которые нужны для того, чтобы сено побыстрее разогрелось, начало преть и гореть. Потом мы это сено обязательно прольем из леечки водой. И очень хорошо, после того, как мы поливаем водой, его сразу еще раз потоптать. Оля, топчи! Теперь нам надо слой вот этот органики завершить тем, что мы просыпаем немножко по грядке почвой, либо компостом. Делается это для того, чтобы почвенные бактерии быстрее размножались, сено быстрее начало преть, гореть, разогреваться. Теперь эти действия мы будем делать до тех пор, пока грядка полностью не наполнится органикой до самого верха. Каждый слой мы будем просыпать сиянием-3, проливать водой и обязательно просыпать компостом, либо землей. Ура! Наконец-то мы сделали теплую грядку. И теперь осталось мне сделать только лунки. Лунки мы можем сделать потом, когда уже грядка усядет, загорится. Но сделать потом немножко сложнее, их нужно будет вырубать. Мы обычно вырубаем острой лопатой. А также лунки можно сделать сейчас. Сейчас сделать немножко легче, потому что сено еще не улеглось. И сделать это просто. Вот так вот раздвигаем мы сено в разные стороны, делаем вот такую хорошую глубокую лунку. Но лунку мы должны сделать такого размера, чтобы в нее вошло не меньше 10 литров почвы. Посмотрите, какие роскошные лунки у нас получились. В них входит целое ведро земли. О! Так! Теперь нам осталось только эти лунки заполнить питательной почвосмесью. Почвосмесь я всегда готовлю одинаково. Половина земли, половина компоста. И заполняем лунки. Грядку мы сделали. Сделали в грядке лунки, и нам осталось ее только укрыть. Укрываем мы теплую грядку на 2 недели, для того, чтобы она хорошо разогрелась. И укрывать мы будем ее целлофаном. Делайте теплые грядки. Очень важно то, что мы в органику не сажаем, мы делаем лунки, которые заполняем грунтом. Но все по-разному делают эти лунки. У каждого свой удобный способ. Наташа, расскажи, пожалуйста, как вы делаете лунки. Раньше в теплой грядке я лунки делала разными инструментами. Совком выкапывала, но мне не совсем нравится. Это трудоемко. Когда надоело совком выкапывать лунки, я начала вырубать лопатой. Но это тоже, знаете, не женское удовольствие. И теперь я делаю лунки при помощи ведер. Я сразу их обозначаю ведрами. Вокруг обкладываю разной растительной органикой. И получается, может быть, чуть медленнее. Но зато мне не нужно будет вырубать, тратить время. И сразу я распределю, где у меня будут расти растения, через какое расстояние. Использовать можно всего 4 ведра. Но так как мне лень переставлять, у меня много есть горшков, ведер, я ставлю вокруг, пересыпаю щедро сиянием 3. Самое главное, здесь немножко сложнее уплотнять, но все равно менее сложно, чем вырубать. Ведра – это форма для лунки. Ведро я беру не меньше 10-12 литров. Вот такие у меня получаются аккуратненькие грядочки. Дальше я убираю ведро, либо горшок, и засыпаю почвосмесь органическую. Но если посмотреть по развитию корневой системы растений, как они развиваются в обычной лунке из теплой грядки, то здесь схематически видно, что весной, если мы растения посадили с маленьким корешком, то к осени корешок освоит вот эту лунку, которая непосредственно в грядке у нас. Если рассмотреть корневую систему растений в теплой грядке, то корень осваивает практически всю теплую грядку. Он прям пускает свои корни во все стороны. Я тоже наблюдала за этим непосредственно на растениях, проводила эксперимент. То есть высаживала один сорт томатов в лунку, в органическую, когда много питания, но оно ограничено лункой. И в теплую грядку. Один и тот же сорт выглядит совершенно по-разному. То есть это высота совершенно другая. Хотя вот здесь, где посажено в органическую лунку, растение показало те свойства, которые заложены. Если сказано было, что плод 400 грамм, он и был 400 грамм. Но в теплой грядке этот плод у нас 800 грамм. То есть в два раза превышает заявленный вес. Если посмотреть корневую систему, то тоже это две разных вещи. Получается мочковатая корневая система в лунке. И если посмотреть внимательно, то очень много корней, которые воздушные корни, то есть вспомогательные, да, то есть дополнительные корни. В теплой грядке такого нету явления. То есть корни наоборот более жирные, и они идут в глубину. Важные тонкости, о чем мы должны поговорить, именно тонкости использования теплых грядок. То есть объем лунки не менее 10 литров. Разложение будет где-то через месяц у этой грядки. И первое время корневая система должна где-то находиться, где-то располагаться, да. То есть получается нужно именно объем грунта для начального роста, пока грядка горит, пока не начнется разложение, пока корни не выйдут за пределы этой лунки. Еще какие у нас тонкости? Ну это как раз и температура грунта. Необходимо контролировать ее и замерять. Грядка разгорается очень сильно, особенно если на улице повышается температура, там 20 градусов. Когда, конечно, на улице плюс 3, то грядка разгорается достаточно медленно. Когда температура повышается, воздуха, то и грядка разгорается. То есть температура может доходить до 50-60 градусов. Если много, особенно зеленой травы, естественно, даже если мы сделаем лунку там и насыпем 10 литров, то температура в этой лунке будет около 40 градусов. Никакая корневая система 40 градусов не выдержит. Чем можно снизить ее? Ее можно снизить поливом воды. Такие опыты у меня были. Здесь незаменимый помощник, это градусник. А какая температура должна быть нормальной, оптимальной? Оптимальная температура до 30 градусов. То есть идеальная 26. Вот это идеально. Это та температура, при которой усвоение питательных веществ, то есть работают ферменты. А вся ли органика одинаково горит? Одинаково дает тепло, да? То есть стоит ли садоводам ждать, что вот она у них будет так гореть, что там, я не знаю, 60 градусов будет, да? Нет, это разная. Органика горит по-разному. Например, очень сильно горит зеленая трава, зерноотходы горят. Ветки измельченные, смешанные с зерноотходами тоже и с измельченной травой загораются. Не всякие старые сорняки прошлогодние тоже горят, у них температура немножко поменьше. Сено я не закладывала, Лена, как у вас сено? Ну, вот сено, оно дает такую мягкую температуру. Оно горит, все хорошо, повышается. Но вот такого прям горения, чтобы горячо-горячо, оно не дает. У нас садоводы очень часто задают вопросы, они ждут, что грядка должна быть горячей. Почему моя грядка не горит, не разогревается, что я делаю не так? И действительно, не каждая грядка будет разогреваться. Это зависит от вида органики, который мы заложили. Мои грядки с листвой, они тоже дают мягкое тепло. Я показывала, это 27-28 градусов. А 27-28, если руку мы приставим, положим, то это будет достаточно прохладно. Для нас у нас температура 36 градусов, температура тела, и 27 для нас будет прохладно. Так что не обязательно ждать прям горячо-горячо, но проконтролировать желательно, для того, чтобы растениям было хорошо. Получается, для нас эта температура, нам кажется, не очень горячая, а для корневой системы самый раз, то есть самая выгодная температура. Еще один очень важный момент, это то, что когда грядка сложена из органики, она рыхлая, и когда она горит, она быстрее испаряет влагу. Что мы делаем, чтобы меньше испарялась влага? Действительно, теплые грядки, особенно первое время, быстрее пересыхают, поэтому их нужно чаще поливать, следить за влажностью, но меня спасает, выручает всегда, это капельный полив. Я как только сложила свои грядки, я тут же разложила ленту капельного полива, потом уже накрыла всю грядку, она начинает разогреваться. И эта ленточка у меня лежит весь сезон, до самых морозов, пока я не убираю грядку. Здесь ее вид да плохо, там уже где-то мульча сверху, стрелочками красными отмечено, здесь 2 ряда ленточки лежит. Она капает, равномерно распределяет влагу, то есть она не переливает, и она не пересушивает. Особенно надо следить за влажностью грядки, тогда, когда у нас короб или комбинированная, то есть грядка на возвышенности. Если это будет в траншеи, то она так быстро не пересыхает, поэтому мы рекомендуем у кого ветра, песчаные почвы и так далее, делать лучше траншеи. А если это комбинированная грядка, либо короб, тогда, конечно, нужно поливать чаще, либо проще всего положить капельный полив. И по поливу нужно поливать не только лунки в растении, а еще и все бока, потому что для того, чтобы перегнивало, для того, чтобы выделялось тепло и питание. Достаточно часто садоводы только поливают сами растения в лунки, и бока не проливают. Там говорят, что теплая грядка не переработалась в компост, да? Почему? Там просто не хватило влаги. Для того, чтобы грядка в течение сезона давала большое тепло и в конечном итоге превратилась в компост, мы солому пересыпаем большим количеством сияния 3 и хорошо проливаем водой. И каково было наше интересное наблюдение, когда я стала делать лунки для того, чтобы заложить туда компост, я увидела большое количество, просто можно сказать, скопления дождевых червей. Вероятно, бактерии, разлагая органику, выделяют какой-то приятный запах, на который приходят дождевые черви. Полезные бактерии и дождевые черви в течение сезона превращают нашу органику именно в компост. Но кроме сияния 3, очень хорошо в течение всего лета использовать сияние 2, подсыпая его под органику, и обязательно сияние 1, проливая и опырскивая наши растения. Благодаря полезным бактериям и дождевым червям в конце сезона, а вообще на следующий год, наша тёплая грядка превращается в компост. И мы убиваем двух зайцев и выращиваем тёплолюбивые растения и получаем большое количество компоста. Самого прекрасного и самого лучшего удобрения, которое необходимо в природном земледелии. Органики в сезон нужно использовать много. И тёплая грядка для меня это кладезь вот этого компоста. На следующий год на бывшей тёплой грядке я выращиваю корнеплоды. Попробуйте вот в обычной копаной почве, которую вы копаете, вот так легко, как снаряды, вытаскивать морковку. Да не получится просто. А какая картошка там? Да и такой крупный морковки на обычной копаной почве. Я представляю, как она вкусная, эта морковка. Сочная. А лук-порей? Ой, порей, я убедилась. Вообще чудо. Вот самый лучший способ выращивать порей это именно на бывшей тёплой грядке. То есть у меня порей величиной с мою руку. А картошка? Вот не подкапывая, вытаскивается куст. И после того, как я первый раз высадила его в траншею, вот в такую органическую траншею, здесь я в грядку посадила, травой завалила, земля вот такая рыхлая, пушистая, то есть там можно вот так просто руками вытащить. И у меня получается с одного куста 12 литров картошки. То есть это вот этого сорта, Тулеевский, ну какие-то сорта поменьше даёт, вот этот сорт мне дал 40 с лишним картошек с одного куста. Не 3, не 4, не 20, а 40 картошек. Поэтому две грядки за глаза. Вторая жизнь у тёплых грядок, да? Да, да, да. Ну мы плавно переходим к сезонной обработке почвы. Дело в том, что тёплые грядки мы делаем для теплолюбивых культур, но у нас помимо этого на участке выращивается огромное количество других культур. Это и корнеплоды, мы будем сеять, да, и зелень разную. Вот. И поэтому мы должны обязательно подготовить грядки, все остальные, к посадке и к посеву. И поэтому обязательно нужно что сделать? Восстановить плодородие почвы на грядках, почистить почву от болезней. То есть нужно сделать какой-то комплекс мероприятий, которые помогут восстановить нам почву и получить хороший-хороший урожай. Этот комплекс мероприятий мы называем сезонная обработка почвы. Я это делаю чаще всего осенью. То есть когда собираю урожай, то делаю сезонную обработку почвы. И сейчас я хочу показать вам, как я делаю сезонную обработку почвы. Для того, чтобы на следующий год растения наши не болели, я сделаю обязательно осеннюю обработку почвы. И начну я ее делать с того, что я грядку прорыхлю плоскорезом фокина. Эта грядка у нас не копается больше 8 лет. Мы только что убрали урожай лука. И посмотрите, как легко она рыхлится. Сорняки мы специально не убираем, потому что для восстановления почвы нам нужна органика. Грядку прорыхлили, теперь нужно добавить любую органику. Это может быть рубленная ботва культуры, которая росла на этой грядке, или любые сорняки. Очень хорошо, что у нас накануне шел дождь, потому что почва у нас влажная. Ботву растений, сильно пораженных болезнями, на грядку лучше не складывать. Теперь эту грядку нам осталось только пролить препаратом сияния. Один из расчетов 100 мл на 10 л воды. В биопрепарате сияния находятся бактерии, которые подавляют более 50 видов фитопатогенов. Представляете, насколько важно сделать такую обработку? Если на этой грядке росли больные растения, то препарат сияния почву полечит. Если на этой грядке росли здоровые растения, то это будет замечательная профилактика от болезней. А еще эти бактерии подготовят питание для растений на следующий год. Грядку мы укрываем на 2 недели, чтобы сохранить тепло и влагу. Сегодня я вам показала, как я делаю осеннюю обработку почвы сразу после сбора урожая. Хочу рассказать еще об одном способе, как почистить почву от грибковых болезней. Это посев сидиратов. Очень хорошо подавляет в почве грибковые заболевания такой сидират, как горчица и редька масляничная. А еще лучше сделать смесь этих сидиратов. Сегодня я буду сеять горчицу. Грядку подготовили заранее. Земля влажная, шел дождь, поэтому горчица должна взойти очень хорошо. Сидират сею густо. После того, как семена посеяла, немножко грабелька доборонет. Зараню грядку. Теперь грядку полью препаратом сияние 1. Грядку я укрыла укрывным материалом для того, чтобы хорошо и быстро взошли семена. Как только горчица взойдет, укрывной материал я уберу. А когда она подрастет на высоту примерно 20-30 см, то горчицу я срублю и обязательно пролью препаратом сияние 1. Обработанные грядки уходят в зиму. А весной такую обработку необходимо повторить. Мы так делаем уже много лет и результатом очень довольны. Хороших вам урожаев! Сезонную обработку очень важно делать осенью. Но весной также важно ее повторить. Потому что весной нужно что сделать? Землю разбудить. Разбудить, разогреть. И за зиму во время морозов большая часть бактерий, полезных микроорганизмов, возможно погибли. И поэтому нужно еще их добавить. Я провела эксперимент на картофеле. Вот такой небольшой участок. Я взрыхлила, пролила водой и половину пролила концентрированным раствором препарата сияние 1. Закрыла пленкой только для того, чтобы не пересохла. Посадила картофель одного сорта и по ботве разница просто колоссальная. Какая высокая картошка растет там, где я... Она и пышная. Пышная, высокая, зеленая. На той стороне, где я пролила сиянием почву. И, конечно, по урожайности в полтора раза выше урожай. И на той стороне вроде как неплохо. И картошка не мелкая уродилась. Но там, где я добавила бактерии весной, урожай намного лучше. И, кстати говоря, если у меня было так, что я не успела сделать теплые грядки для всех своих рассадных культур, то есть у меня остался перец, и куда мне его было высадить, я точно так же пролила сиянием, и урожай был лучше даже на перце, чем там, где не пролила. Конечно, сравнивать с теплой грядкой было нельзя, но вот такая весенняя и осенняя обработка почвы, она очень необходима вообще для любых культур. А наши садоводы часто пренебрегают осенней обработкой почвы, потому что вроде как весна настала, уже тепло, зачем мы в зиму будем носить бактерии, если они все равно погибнут. Так вот, у меня на морковке осенняя обработка, смотрите, дала прибавку урожайности в полтора раза, то есть без обработки на части грядки морковь была 1 кг, там, где осенью обработала 1 кг 400 г, а там, где обработала и осенью, и весной, практически в 3 раза выше, где вообще не обрабатывала. Время не занимает минимум буквально 5 минут, а урожай повышается во столько раз. Ну, я считаю, что осенняя обработка очень важная, очень важная, даже с точки зрения, что за лето земля прогревшаяся, да, и вот наша обработка, те бактерии, которые мы заселяем, они достаточно долго время поработают, да, пока еще зима, они успеют и восстановить, и почистить почву, то есть работу какую-то они, прям не какую-то хорошую работу проведут, и твой эксперимент, он как раз показывает, что приличный процент урожайности, да, повышается с осени, а если еще повторили весной, да, то есть получается сложили две прибавки, две прибавки, весеннюю и осеннюю, сложили в одну очень мощную прибавку, в два раза, да, получаем, в три практически, практически в три раза, да, получаем больше урожая. Уважаемые садоводы, у нас есть замечательный вестник, который называется «Сияние для вашего сада». В этом вестнике вы найдете массу рецептов, как восстановить плодородие почвы, как сделать теплую грядку, как сделать сезонную обработку. Читайте наши вестники, и будьте всегда с урожаем. А сейчас давайте посмотрим, что у нас сегодня в мобильном приложении, какие вопросы задают нам садоводы. А у нас садовод из Барнаула задает вопрос. Скажите, пожалуйста, везде говорится, что томаты хорошо высаживать в теплую грядку, а как же с жированием? У меня не укладывается в голове теплая грядка и томаты. Ведь действительно, да, томаты перекормил, мы получили много зеленой массы, но недополучили плодов. Как же у нас теплая грядка сочетается с томатами? Ну, я так предполагаю, что жирование происходит от переизбытка питания в почве. Причина, да? Но теплая грядка, а это же не переизбыток питания в почве, это на начальном этапе, это просто органическое тепло, то есть выделение тепла, за счет чего развивается само растение, развивается хорошо корневая система. То есть грунт, который мы засыпаем в лунку, он нормально, адекватно питательный, и достаточно питания там для того, чтобы растение росло на первом этапе хорошо. Теплая грядка, теплые грядки розни, органика, которую мы укладываем в теплую грядку, у нас был такой опыт. Садовод послушал наше занятие по теплой грядке, купил конского навоза, сделал теплую грядку из конского навоза, и грядка разгорелась, высадил томаты, и у него получилось до 18 побегов, он ничего не посынковал, естественно, не завязывалось, то есть на траве, как мы сегодня говорили, на растительном остатке таких вещей не происходит. То есть первое, то есть нужно следить за агротехникой, то есть посынковать, и не такую сильно жирную, если огурцам конский навоз, может быть, был и в пользу, то томатом он был зря. И когда убрали лишние пасынки, то у него за две недели завязались томаты. То есть действительно для огурцов конский навоз это хорошо, они плодоносят у нас интенсивно, очень постоянно, а для томатов они жируют не просто от переизбытка какого-то питания, а от переизбытка азотистого питания. Поэтому теплая грядка нам такое количество азотистого питания не дает, если она не сложена из чистого конского навоза, или с чистой зеленой травы, вот с газонного среза. Но такого, наверное, невозможно. Ну, чаще всего углеродистая, да? Чаще всего углеродистая. Поэтому теплая грядка и томаты это просто замечательное сочетание, которое дает превосходный урожай томатов. И второй вопрос, который сегодня у нас. И второй вопрос. Везде говорят про мульчу, который можно брать у соседей, но предостерегают, что нужно уточнять про газонную траву. Обрабатывалась ли она гербицидами? А как быть не с газонной травой, которая, например, росла на грядках и между? А грядки обрабатывались тоже разного рода пестицидами, гербицидами, удобрялись минеральными удобрениями. Получается, что эта трава тоже будет вредна для микрофлоры нашей почвы? Нельзя использовать ни газонную траву, ни траву, которая росла в междурядьях и обработана пестицидами. Это не только не полезно для микрофлоры, это вредно и для нас с вами. Потому что растения, после того, как их замульчируют такой травой, они могут вырастать уродливыми. То есть у них скручиваются верхушки, прекращается рост. И самое интересное, что если эта мульча пролежала в этом году на грядке, то и в следующем году она может дать тоже негативные последствия. То есть получается, трава, которая обрабатывает разной химией, она концентрирует в себе эти препараты, то есть содержит в себе, и она продолжает действовать на те растения, которые растут у нас на грядках. Которые растут рядом, и она проникает в водоносные слои почвы и отравляет не только те растения, которые замульчированы на этой грядке, а и все другие. То есть не используем такую траву. Спешу поделиться хорошей новостью. В нашем мобильном приложении продолжается прием заявок на садовые растения. Садовую крупноплодную землянику, голубику, плодовые деревья, саженцы роз европейских питомников, а также декоративные растения. Уважаемые садоводы, если вы еще не успели приобрести себе растения, то уже сейчас обязательно поспешите забронировать себе свое растение. Сделать это вы сможете в наших садовых центрах сияния вашего города. Природа нам дает питание по сезону. То есть все лето мы питаемся, получаем из участков какие-то плоды, ягод, получаем зелень, урожай овощей каких-то раннеспелых. Осень у нас богата уже плодами овощей, яблок, груш, плодовых деревьев. Зимой мы восполняем витамины в основном за счет того, что мы кушаем проростки, то есть большое количество витаминов. А весна это время хлорофилла, время зелени. У меня бабушка, она всегда, когда наступала ранняя весна и появлялась первая маленькая крапивка, первые одуванчики, там первая травка, нас все время кормили салатами и с супами, из крапивы, из лебеды, из одуванчиков. И бабушка всегда говорила, что очень важно эти две недели поймать, когда вот трава молоденькая, потом это уже не так полезно. И я до сих пор помню вкус горького этого салата с одуванчиками, но у нас даже сказать, что я не хочу, нельзя было, это было нужно, полезно, и мы это ели. Поэтому весна наступает, и мы должны на своем участке вырастить для себя самую первую, самую полезную зелень. И чем раньше мы ее получим, тем для нас будет лучше. Да уже весна, уже наступает, солнышко пригрело, и уже неохота какого-то мяса, там рыбы, макарон, то есть даже вот салаток магазинного, который продается там огурцы, помидоры, уже вообще не хочется, хочется похрустеть своей травкой, которую ты вырастил. Во-первых, она вкусная, полезная. Очень полезная. Хлорофеум чистит кровь, поднимает иммунитет, витамины, то есть это вообще очень важно. И как мы можем вот получить вот эту вот зелень? У нас на связи Лилия Журавлева из города Орска, и она расскажет нам, как она выращивает микрозелень. Продолжаем засаживать свой огородик на подоконнике, и сейчас мы с вами посеем зелень, микрозелень. Это потрясающая вещь, это просто открытие в мире полезного питания, когда из семян можно вырастить маленькие росточки, которые вкусные, полезные, и добавляют нам зимой огромный комплекс полезных витаминов. В такая вот удобная посудинка высыпаем семена сюда на формочку. Мы с вами посеем сейчас редис, руколу и крес-салат. И тоже будем наблюдать за этим процессом. Вообще, надо сказать, что это проращивать, удивительная вещь, со съемной крышкой, с компрессором, тут подается воздух, который вот так вот великолепно подает нам кислород, и очень быстро прорастают все семена. Закроем крышкой, и будем наблюдать, как растет наша зелень. Прошло семь дней, и наша зелень абсолютно готова к использованию. Ее можно брать целиком, прям просто выдернуть корешочками и все. Все очень чисто, грязи, пыли нету, поэтому можно кушать прямо просто так. Можно срезать ножницами, ну, собственно, как кому хочется. Все, продукт готов к использованию. Можно использовать его для украшения, усиления вкуса салатов. Можно украсить им бутерброды. Это не только украшение, это очень полезная добавка, которая усилит витаминизацию рациона. Это очень важно зимой и весной. Поэтому проращивайте зелень, это очень просто. Добавляйте это в свою еду и делайте ее полезной. Приятного аппетита! Здорово выращивать зелень дома, но хочется получить как можно раньше зелень на участке. Наташа, расскажи, как это можно получить? в своей теплице и на теплой грядке, но температуры воздуха не хватает для того, чтобы грядка разогрелась. У нас у каждого практически дома есть теплые полы. А почему не использовать ту технологию, которая позволяет подогреть грунт? И мы с мужем решили посмотреть, вообще мы очень любим всю зеленку, салатов побольше. Если дома нет тазика салатов, значит есть нечего. Поэтому я озадачилась этим вопросом и мы решили взять специальный комплект для подогрева грунта, то сейчас в магазинах они есть, и освободили как только прогрелся грунт, чтобы мы можем вытащить и в теплице этот грунт освободить, ну хотя бы всего на 20 сантиметров. Мы купили этот набор, убрали грунт, разложили утепляющий материал, который не дает снизу холод идти, разложили металлическую сетку, размотали этот провод, прикрутили все хомутами, поставили терморегулятор, чтобы знать какая температура, засыпали грунтом, включили прибор для нагревания грунта, поставили на нагрев, на улице еще мороз, кругом лежит снег, а грядка уже теплая, температура грунта стала 22 градуса, посеяли семена, накрыли, температура в теплице была 11 градусов, а под пленкой 20 градусов, и всегда влажненько, семена взошли очень быстро, всех культур, то есть и лук, и редиска, и я попробовала вырастить трасса до томатов, все росло настолько стремительно, и к 1 мая мы наелись от пуза, вот просто наелись всего зелени, лука, редиса, он вот такой был, к 1 мая у нас был вот такой редис, который мы ели, вот просто рвали, ели каждый день салаты, а не просто там чуть-чуть, по чуточку. Главное, чтобы корням тепло было, то есть вот это вот, во-первых, много света было, во-вторых, очень активно росла зелень. Я даже здесь проводила эксперимент по корневой системе, то есть высадила в холодной части необогреваемой, там, где обогреваемая теплее, то есть сделала еще такой эксперимент томатово-обогреваемой грядки, и в это же время посеяла в один день с ними, посеяла на подоконник, и давайте посмотрим разницу, почему же так вот зелень растет мощно. Ну и вот смотрите, вот дома в холодной части теплицы и в теплой части теплицы вот такая разница и по корневой системе, и по мощности, и по росту. Вот такая была и рассада, и зелень просто, то есть мы даже не съели того, чего нарастили. Получается, если рядом с домом есть теплица... А это можно еще на балконе сделать, не только с домом. На балконе сделать. На балконе можно сделать такой утепленный грунт, можно выращивать рассаду, можно выращивать зелень. Самое главное, что там много света и есть разница между ночной и дневной температурой. И постоянная температура почвы в 26 градусов. Мне очень понравилось. А сегодня мы говорили с вами о том, как сделать теплую грядку, научились делать сезонную обработку почвы и выяснили, как получить раннюю зелень на своем участке. На следующей передаче мы поговорим с вами о том, как вырастить хороший урожай картофеля при помощи органики, какие инструменты нужны для минимальной обработки почвы и что можно сделать с замороженной ягодой, которую не съели за зиму. Если вы тоже за урожай без химии, мы рады видеть вас в наших садовых центрах сияния. У нас вы можете получить индивидуальную консультацию, записаться в школу садоводов, приобрести растения и другую садовую продукцию. А сегодня с вами были Татьяна Григорьевичева, город Барнаул, Наталья Иванцова, город Новосибирск, Татьяна Васько, город Бобруйск и я, Елена Леконцева, город Красноярск. До новых встреч!